Около 500 человек в Казахстане нуждаются в пересадке печени. По словам главного трансплантолога Алматы, доктора готовы, оборудование есть, но не хватает доноров. Таких людей врачи знают по именам, их считают героями. Наши корреспонденты узнали истории тех, кто в прямом смысле отдал частичку себя, чтобы спасти чью-то жизнь. Эта съемка была сделана пять лет назад. Первая в Казахстане успешная операция по пересадке печени. Сегодня героиня этой видеозаписи, жительница Шемкента Фатима Байтамаева, живет обычной жизнью. С сестрой Гульзиры, которая пожертвовала часть своего органа для операции, они теперь связаны больше, чем просто семейными узами. Это, конечно, сблизило нас. Не только нас вдвоем, а всю семью нашу. Мне было страшно. Главное знать, что это вылечится. Таких историй десятки. За пять лет с момента первой успешной операции к жизни удалось вернуть 183 человека. 80% из них получили здоровый орган от членов семьи. Чаще всего на операцию по пересадке решаются сестры и сыновья пациентов. В случае маленькой Ксюши на помощь пришел отец. Дочь по сестре. Как-то уже не важно было. Глядя на эту энергичную девочку, мало кто скажет, что ее имя занесено в историю отечественной медицины. Год назад Асылай стала первым в Казахстане ребенком, которому трансплантировали чужую печень. 26 марта был у нас второй день рождения. Сейчас мы празднуем два раза в год свой день рождения. Благодаря донору и нашим врачам. С каждым годом число желающих стать донором постепенно растет. Но все же их недостаточно, чтобы спасти всех, кто страдает циррозом печени. Сегодня в Казахстане 500 человек ожидают своей очереди на орган. Ежегодно до операции не доживают 20-30% больных. В центре Сызганова считают, чтобы решить проблему, в идеале каждый человек должен рассматривать возможность того, чтобы в будущем стать для кого-то донором. У нас умирает около 3000 людей от травм. Представьте, это 3000 печени. Это бы 100% погасило все потребности в стране. И по печени, и по почкам, по сердцу. То есть люди у нас, команды, врачи готовы делать эту сложнейшую операцию на достаточно высоком уровне. Всех, кто за последние пять лет добровольно пожертвовал часть печени больному, сегодня в Алматы наградили медалями за неоценимый вклад в продлиние жизни человека. Полина Чехичина, Мухит Кудыгбаев, Алматы, Хабар, 24. Дмитрий Кудыгбур, Алматы, Хабар, 24. Дмитрий Кудыгбур, Алматы, Хабар, 24.